В Финляндии органы опейки в очередной раз изъяли ребенка у русской матери. Десятилетнего сына Вероники Стопкиной забрали прямо из школы. Все попытки вернуть Томаса не увенчались успехом. В отчаянии женщина, которая имеет эстонское гражданство и давно замужем за финном, обратилась за помощью к нашей стране. Правозащитники уверены, мальчика разлучили с семьей именно потому, что у матери русские корни. В истории разбиралась Марина Светлая. На этих фотографиях счастливая русско-финская семья Вероника Стопкина с мужем Райма и четырьмя детьми. Младшим еще нет 18-ти, поэтому мы не можем показывать их лица. Мальчишки, как взрослые, счастливо улыбаются. Они еще не знают, что совсем скоро финские органы опеки практически похитят одного из братьев. Все произойдет в школе. Десятилетнего Томаса увезут прямо с занятий в неизвестном направлении. Позже родители получат сообщение от социальных служб. Мальчика забрали, потому что якобы Томас пожаловался. Мама с папой его за что-то наказали. Правозащитник Йохан Бекман уверяет, никаких доказательств этому нет. Сразу же отказались дать какого-либо письменного документа. Запретили любой контакт и любая коммуникация с родителями. У финского Минздрава есть официальные рекомендации, где написано, что русские родители системно избивают своих детей. Поэтому их придется преследовать, проверять. И даже несмотря на то, что Вероника Стопкина уже давно имеет эстонское гражданство, у нее русские корни. Правозащитник уверен, это единственная причина, по которой Томаса забрали из благополучной семьи. По финским законам детей могут забрать без предупреждения разбирательств. Сначала в детский дом, позже к приемным родителям. Суд и следствие для этого не нужны. Достаточно анонимного звонка соседке. Мнения ребенка тоже не спрашивают. Здесь именно деньги играют главную роль. Как? Понимаете, Томаса передали сразу же в частный детский дом. То есть он живет сейчас в фирме. Он живет сейчас в частном детском доме, который получает за каждого изъятого ребенка даже несколько сотен евро каждый день. То есть это фактически торговля с детьми. И таких случаев становится все больше только за последние 4 года. По официальной статистике их было более 70. Шлепок приравнивали к избиению. Отказ пустить ребенка в гости к подруге, к жестокому обращению, а укладывание малыша с поднем, к издевательству. У россиянки Александра Фоминой социальная служба Ласта Суэлла, или как ее здесь называют, детская полиция, тоже забрала дочь прямо из школы. Якобы 10-летняя Диана пожаловалась соседке, что мама отшлепала ее. Прежде чем девочку вернули, она почти месяц прожила в приемной семье. Большой общественный резонанс вызвала история Анастасии Завгородни, у которой за подобную жалобу 6-летней дочки, которую позже она отрицала, отобрали четверых детей по подозрению в насилии над ними. Младшему на тот момент не было и пяти дней. А история Елены Полушкиной и вовсе потрясла россиян изощренностью формулировки претензии. Сначала социальные работники утверждали, что мать слишком сильно любит своего сына. А после конфликта, возникшего из-за чрезмерного увлечения мальчиком компьютерными играми, обвинили ее в жестоком обращении с ребенком. Женщине потребовалось больше года, чтобы полицейские сняли с нее обвинение. Сколько времени потребуется Веронике Стопкиной, чтобы вернуть 10-летнего сына, пока сказать не может никто. Известно только, что ей уже дважды удалось увидеть Томаса. Мальчик жаловался маме на грязные простыни в детском доме и очень просился домой. Марина Светлая и Дмитрий Жгенти, Первый канал.